Выглядит как-то грустно, но мы с вами можем этого избежать. Давайте разберемся, что же к этому привело. Догмама Аня и Софи. И Иван. Привет! С вами снова Аня и Чихуахуа Софи. И сегодня мы продолжаем серию роликов про ожирение у собак. В предыдущих выпусках мы уже научились самостоятельно определять лишний вес у вашей собаки и есть ли он вообще, а также узнали об опасностях ожирения у собак. А сегодня мы поговорим про причины лишнего веса, почему же собака набирает лишний вес. Первое место и самое популярное из причин – это неправильное питание. По сути, неправильное питание можно разделить на три подпричины. Переедание – это самая распространенная причина ожирения у домашних собак. Любящие хозяева постоянно перекармливают своих питомцев, как бывает у некоторых бабушек с внуками. Например, дают слишком много еды и совсем не учитывают, тратит ли собака столько энергии в течение дня, чтобы столько есть. Кстати, если вы еще не знаете, чем опасен лишний вес у собаки, посмотрите наше видео на эту тему. Интересно, если я это все съем, мне не станет плохо? Я вообще смогу бегать? Но ведь вкусно. Как же все это оставить? Да уж лучше бы мама накладывала меньше. Отсутствие режима кормления. То один раз в день, то три, то утром совсем ничего, а вечером много. Или наоборот. Сюда же можно добавить всякие лакомства и магазинские вкусняшки, подкармливание собаки со стола. Собака может даже в целом питаться правильно, но бесконечные косточки и кусочки со стола способны повлиять на здоровье и вызвать пищевые аллергии, расстройство пищеварения и появление избыточного веса. Ух ты, мам, снова вкусняшка! Это то, что я люблю? Класс! Интересно, а мне вообще можно столько вкусняшек в день? Ну ладно, раз мама дает, она лучше знает. Ага, спасибо. Несбалансированная пища. Если вы кормите собаку недорогим сухим кормом невысокого качества, то вполне возможно появление лишнего веса, особенно если движения мало. Или вы кормите собаку натуральной пищей, но не изучили, как ее правильно готовить и что вообще можно давать, а что противопоказано. Большинство продуктов, которые едим мы сами, не предназначены для собак. Ну что-то мне нехорошо. А дышка какая-то пучит и вообще плохо. А вдруг это из-за картошки? Может быть мне нельзя картошку, а я и не знала. На втором и немаловажном месте стоит у нас движение. Малоподвижность. Располнять собака может и при нормальном кормлении, но лишенной физической нагрузки. Это очень распространенная проблема у городских и домашних собак, которых выгуливают один-два раза в день на полчаса, не отпуская с поводка. А также собак, которые большую часть времени проводят в вольере или на привязи. Гулять один раз в день и только на поводке. Так точно можно разжиреть. Ну хочется же побегать, попрыгать. В конце концов мы тоже живы. Движение – это жизнь. И третье место разделяет несколько других причин. Пожилой возраст собаки. С возрастом у любого живого существа обменные процессы в организме замедляются, а уровень физической активности снижается. Отсюда и лишний вес. Предрасположенность к ожирению. Есть определенные породы собак, за питанием и движением которых нужно следить гораздо сильнее. Бдительным следует быть хозяевом бассет-хаунда, биглей, такс, лабрадоров, ретриверов, кокер-спаниелей, а также некоторых других. Нарушение в здоровье. Иногда ожирение у собак связано с эндокринной системой. Собака может полнеть, питаясь правильно, или не терять вес при переходе на диету. Причиной могут быть сбои в работе организма, или наоборот, произошло нарушение эндокринной системы из-за ожирения. Обратитесь к ветеринару, он выявит причину и назначит соответствующее лечение. Ну что ж, если ваша собака не стара и физически здорова, то ей, как и обычному живому существу, как мне и вам, нужно просто физическое движение, физические нагрузки и сбалансированное питание. Уху! Е-е-е! 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 Дай-най-най! Нет! Давай драться! Дай-най-най-най! От, запрыгнула, раз! От, запрыгнул, два! Ну, в общем, больше двигаться и правильно питаться. Да! Ну, а о том, как бороться с лишним весом у вашей собаки, мы расскажем в следующем видео из серии ожирения у собак. Спасибо вам за внимание! Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Это очень легко. Вот кнопка подписки, это розовая собачка, вот здесь, внизу экрана. Ставьте пальцы вверх и становитесь самостоятельными и образованными владельцами собак. Любите своих питомцев и будет вам счастье! Пока-пока! Софиска, жесть, и даже нам жарко летит. Да что это? Эй, это, да, эй, откуда эта штука? Где это? То, что мешает? Да толстым собакам вообще тяжело, да? Быть толстым тяжело. Да, уж. Ладно, и вот пойдем домой. Пойдем. Ой! Зато как здорово быть здоровым! Да, это точно! Ё-хо-хо-хо-хо!